В железнодорожном районе вечером среды произошло нелепое ДТП, виновник которого, оказалось, напрочь позабыл правила дорожного движения. При этом уроженец Узбекистана, управлявший Тойотой Короной, яростно доказывал, что спровоцировал аварию его оппонент, водитель Приуса. Этот участник событий, 27-летний хабаровчанин, ехал по улице Карла Маркса в сторону аэропорта в правом ряду. Столкновение случилось напротив рынка «Али», когда молодой человек за рулем серебристого седана попытался выехать на главную дорогу со второстепенной. Проезжая перекресток, почувствовал удар, я даже не увидел машину, как выезжал со двора. И просто почувствовал удар, испугался, затормозил сразу и все. Шофер Приуса в последний момент лишь немного повернул руль. Удар был касательным, иномарки повреждены не слишком сильно. Виновник столкновения, очевидный для всех, кроме него самого, пытался объяснить свою точку зрения относительно причин этого ДТП. Оказалось, что выезжая на Карла Маркса, он ориентировался на светофор, установленный для пешеходов в метрах в 30 от места аварии. Людям горел зеленый сигнал. Так кто для пешеходного же перехода? Почему вот люди остановят, вторая полоса, первая полоса, никого не было, он разгонял и ударил, и ничего не было. Я не виноват. Нарушителю объяснили, на пересечении этих дорог очередность проезда регулируется не светофором, а знаками приоритета. Иностранец, стоящий прямо под одним из них, уступи дорогу, никак не мог понять, о чем ему говорят. Вот человек, у вас что-то знак обозначает. Да это знак, я понимаю. Ну что он означает, можете сказать? Я хочу, светофор играет. Это знак. Это пешеходный переход, он сюда вообще никакого отношения не имеет. У вас так уступи дорогу. Из-за такой принципиальной позиции шофера Короны участникам столкновения пришлось томиться на дороге в ожидании автоинспекторов. Повреждения иномарок и отсутствие пострадавших вполне позволяли автолюбителям составить схему столкновения и самостоятельно оформить ДТП. Приехавшие полицейские вполне ожидаемо заняли сторону водителя Приуса. С места происшествия Юлия Рябцева, Михаил Сергеев и Виталий Векслер.